это шутка конечно саласи майни с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала брайан мапс и это тайны и загадки интернета будет нова айсберг вторая часть панас треть привет как вы знаете или не знаете у меня выходит моя игра есть они уже ссылочка в описании на ее страничку стиме я был бы очень благодарен прям невероятно благодарен если вы просто добавили бы игру в список желаемого сейчас мне очень важно это невероятно важно что вы просто перешли на страницу в описании добавили в желаемое даже если у вас нету аккаунта стиме пожалуйста создайте его это после бесплатно очень быстро делается и добавьте игру список желаемого это очень поможет и даже антимайни одобряет ваше решение и антимайни и я одобряю ваше Решение. О каком решении мы говорим? Всем привет, друзья, с вами Брайан. Добро пожаловать во второй выпуск Тайны загадок интернета, где мы с вами в формате айсберга разбираем самые потаенные уголки всемирной паутины. В сегодняшнем выпуске мы обсудим подозрительно пустые апартаменты в центре города, в которых почему-то никто не живет. Посмотрим подборку странных видеороликов с необъяснимыми явлениями. Снова зайдем в китайскую версию ТикТока и удивимся, мягко говоря, от того, что у них там происходит. А также я дам вам послушать отрывок одной песни, которую слышали все. Но почему-то никто не может найти ни ее полную версию, ни даже ими исполнителя. Ну что ж, запасайтесь дыханием, потому что мы начинаем погружение. А если плать не умеешь, то все. Ой, а нет, ну уж зависло. Нет, не зависло. Мы живем в симуляции. Да, эту теорию... Кстати, а мне эта теория нравится. Может, мы реально живем в симуляции? Я не говорю, что это обесценивает наши жизни и так далее. Просто вдруг реально мы живем в какой-то очень крутой симуляции. Это объяснило бы некоторые вещи, которые происходят, объяснило бы некоторые физические явления, кстати. То ли, или уже очень много раз в интернете. Фильмы, музыка, все что угодно. Во-первых, фотоны света. Затрагивало так или иначе эту тему. Она заключается в том, что вся наша планета это симуляция. Все мы живем в смоделированной реальности, которой кто-то управляет. Звучу сейчас как сумасшедший. В качестве аналогии возьмем VR, виртуальную реальность. Кто ей управляет? Игрок? Компьютер. Но все мы знаем, что искусственный интеллект не безупречен и может давать сбой. И если наше существование смоделировано компьютером, значит и здесь могут быть свои ошибки и сбои. И я сделал подборку видео, в которые мы с вами сможем это увидеть. На этом видеоролике мы можем видеть женщину буквально за... Ну подзависла немножко, ну бывает. ...тыкшую на полпути, словно NPC в компьютерной игре. Как будто бы произошел некий сбой в матрице, который привел к подобному явлению. В комментариях некоторые предположили, что у этой женщины мог случиться припадок. И такое действительно имеет место быть. Как оказалось. Я погуглил о эпилептических припадках и обнаружил о таком состоянии, как абсанс. Это отдельная форма эпилептических пароксизмов, протекающая с кратковременным отключением сознания. Без видимых судорог. Однако, выглядит это совсем не так, как на видео. Поэтому я сомневаюсь, что это может быть как-то связано. Давайте посмотрим еще одно видео. В этом видеоролике группа молодых людей проводит время на озере. Одна девушка решает прыгнуть в озеро с помощью тарзанки и сталкивается с неким препятствием, которое меняет направление ее прыжка. Но, как вы можете видеть, там буквально ничего нет. Как будто обрезалась видимую текстуру, прям как в видеоигре. Ну, а я по-другому объясню, что кто-то шарится? Типа, разволчали этот видос? А на этом ролике мы видим, что с одной стороны поезд едет на большой скорости, но как только человек, снимающий это, переводит камеру на другую сторону, поезд плетет. Я не хочу разрушать мистику, но просто там стенка близко, и поэтому кажется, что ты быстро едешь. А с другой стороны стенка подальше, поэтому кажется, что ты медленно едешь. Да, я согласен, это примерно, ну, знание первого класса, это иногда сложно запомнить, но, может быть, когда-то вы ездили на машине, ну, даже там, на пассажирском месте, и видели, как дальние объекты очень медленно двигаются. Ну, это, кстати, тоже возможно. Ну, вообще, на самом деле, просто, ну, это даже легко объяснить этим способом, то, что объект может быть дальше. В старых скетчах, когда мне необходимо было заявить двух разных персонажей в одном кадре. Короче, как бы странно это не выглядело, я уверен, что большая часть этих видеороликов это монтаж. Это монтаж, бэч. Например, здесь мы можем наблюдать, как самолет застыл в воздухе. Однако люди, которые хоть немного разбираются в компьютерной графике, скажут вам, что это фейк. Кто-то просто снял видео на айфон и попытался притречить самолет к небу. И выглядит это достаточно криво. Видите, как он дергается? Получается все? Теория провернута? Ведь похожие дефекты мы можем видеть почти в каждом подобном видео. Однако стоит отметить, некоторые из них сделаны уж слишком реалистично. Если мы вернемся к ролику с девушкой, прыгающей в озеро... Да, это прям очень хорошо. Могу сказать, что здесь не все так однозначно. Смонтировать ролик, снятый трясущимися руками на телефон и сымитировать подобные движения сможет далеко не каждый. И я сомневаюсь, что кто-то достал так стараться ради какого-то там ролика для ТикТока. Хотя... Кто его знает? Вирусность, вирусность. Это же вирусность. Ха-ха-ха. Это реально. Это реально, кстати. Сам снимал. Да не знал. Мину Гатя. За всю свою жизнь я арендовывал немало квартир и апартаментов. Это мы знаем. И сталкивался с не самыми приятными соседями. Кто-то любил громко слушать музыку по ночам, кто-то не любил выносить мусор и постоянно оставлял его в входной двери в коридоре, пока я не окутывал все здание. Флэшбэк. Ультра-цвенство. А теперь представьте такую ситуацию. Вы снимаете жилье либо останавливаетесь в хорошем отеле в центре города, который пользуется большим спросом в силу своего удобного местоположения и обнаруживаете, что вы единственный человек, проживающий там. Так вот, подобный случай произошел с одним мужчиной, который останавливался проездом в Атланте и начал документировать всю эту странную ситуацию в своем ТикТоке. Коди утверждает, что он единственный человек, живущий в большом жилом комплексе, потому что за время его проживания он больше там никого не видел. И это несмотря на то, что на ресообщении мы заявили, что апартаменты, которые он собирается арендовывать, одни из последних свободных. Все остальные заняты либо забронированы. В пятницу он заметил, как персонал разносил по номерам меню местного китайского ресторана для заказа еды в номер. И что самое тревожное, уже в понедельник, когда он шел по коридору, это меню все еще висело на каждой двери. И теперь поговорим о чиновных меню. Я смотрел, что он поставил эти, он сделал на фрайдинге. Это сейчас субботник. То есть, спустя три дня не один из постояльцев его так и не забрал. Эээ, weird. Что наталкивает на мысль, что здесь нет никаких постояльцев. Зачем тогда разносить меню? В следующем видео этот мужчина спускается в паркинг, место, где каждому проживающему здесь человеку есть возможность припарковаться. Похищает людей. Что странно, количество машин там было больше, чем количество квартир в этом комплексе. И некоторые из них были покрыты они очень пыльные. Как будто бы ими давно никто не пользовался. Более того, проходя мимо... Ну, это явно, знаете, не один день там поставить надо, чтобы так накрыть пыль. Там, ну, неделями. Месяц. автомобилей Коди замечает парковочный талон на одном из них. Так вот, оказалось, что дата этого талона значится на 2019 год. Странности на этом не заканчиваются. Смотря следующий видеоролик, можно заметить, что на многих дверях этого комплекса все еще присутствует защитная пленка на замках, во всем здании нет пожарной сигнализации, а когда Коди вышел на улицу, то заметил, что в большинстве окон отсутствовал свет. В комментариях к этим тиктокам стали появляться люди, заявлявшие, что когда-то тоже останавливались в этих апартаментах. Одна из девушек также написала Коди в инстаграме. Привет! Случайно наткнулась на твое видео об апартаментах? Какое-то время назад я жила там и тоже заметила некоторые странные вещи. Ничего не могу сказать насчет пустоты, потому что когда была там, там было вполне прилично людей. Но за пару месяцев до нашего отъезда что-то определенно было не так. К примеру, мой жених нашел во дворе бейсбольную биту, обмотанную колючей проволокой. Все это стало происходить, когда сменилось руководство. Так что же здесь происходит на самом деле? И кто такой этот Коди? Согласно его тиктоку, Коди юрист из Атланты, который предлагает различного рода юридические услуги. Что наталкивает на мысль, что это снова все является фейком. И что таким образом Коди привлекает... Пиарится, пиарится. Ну хорош пиар. И к своим услугам. Довольно необычный способ саморекламы, не так ли? Однако это не единственная теория. Многие люди также предположили, что владельцы данного апарткомплекса занимаются отмыванием денег. Что это значит? Это значит, что если кто-то зарабатывает деньги незаконным путем, например, продает оружие, либо занимается... Ну и по факту делается билегальный бизнес, в котором типа... Ой, типа мы тут живем, мы тут живем. Смотрите. В интересах этого человека максимально скрыть все эти источники дохода от налоговой полиции. И один из известных способов сделать это купить бизнес. В нашем случае это работает так. Есть востребованный комплекс апартаментов в хорошей локации. Люди приезжают, останавливаются, снимают номера. Бизнес пользуется спросом. Официально владельцы зарабатывают одну сумму денег в месяц и платят за нее налоги. все прозрачно. Но на самом деле, если мы предполагаем нелегальные способы заработка, владельцы могут получать гораздо больше. Ну, кто не понимает, это легализация дохода. Ясное дело, что человек, который зарабатывает нелегально, и если он хочет иметь большими деньгами крутить, вертеть в обычной экономической системе, ему сначала надо сделать так, чтобы эти деньги были легализованы. Для этого ему нужно, чтобы бизнес... Ну, короче, серые схемы, эти черные серые и так далее. И все эти деньги прятать за основным официальным доходом. Дело в том, что все эти заработки идут якобы только отстачи от потолета. На данный момент это вся известная информация, связанная с этим случаем. Быть может, мы когда-нибудь узнаем правду. А пока, если вы снимаете жилье, советую вам познакомиться со своими соседями. Если они, конечно, есть. Есть. Около двух лет назад анонимный пользователь опубликовал пост на портале 4chan о странном явлении, который обнаружили его друзья во время пребывания в отеле Super 8. Снова история о странном отеле не совсем. Думаю, что отель в этой истории совершенно ни при чем. Как и в каждом нормальном отеле, у них в номере был телевизор. В нем было доступно 68 различных каналов. Так вот, переключаясь между ними, они случайным образом попали на канал под номером 73, которого, в соответствии с списком каналов, предоставленных отелем, быть не должно. Они прислали... АК-71 и 69 и 70. ...не видео своего телевизора в номере, и когда переключили на 73 канал, обнаружили кое-что странное. Ну, привет. Ну, если я такое увидел, я бы, конечно, об... Я бы... Мне бы было плохо и я бы... Мне было бы страшно. Там было изображено лицо, окруженное помехами, а в правом верхнем углу была надпись Плюс ТВ. После этого они прошерстили все 68 каналов и обнаружили еще несколько похожих, содержащих обычный белый шум. Однако, ни на одном из них не было ни лица, ни логотипа Плюс ТВ. Если бы я наткнулся на подруги... Да, я бы, конечно, я бы уснуть не свободу в ту ночь. Дерьмо, вы бы нашли меня прячущегося в углу и активно искавшего другие отели по соседству. Да. Подруга автора этого поста, которая находилась в этом номере, отправила ему смс. Если к утру я буду жива, то проверю этот канал еще раз и сообщу, изменилось ли что-то. Ну и, конечно же, проснувшись на следующий день, канал с жутким лицом никуда не делся. И да, интересный факт. Номер, в котором они остановились был 404-м. Все мы знаем, что означает это число... Все, читается NotFound. Все, не найдут, блин. Ну ладно, я думаю, это все-таки совпадение. Но что это за канал такой, Плюс ТВ? Выяснилось, что Плюс ТВ это финская платная телевизионная сеть, зарегистрированная в 2006-м году и прекратившая свое существование в 2016-м из-за конкуренции на рынке. А сам канал под номером 73 ранее использовался несколькими телевизионными станциями в Северной Америке и был удален из использования на телевидении еще аж в 1983-м году. В комментариях, как обычно, все начали выдвигать свои теории. Кто-то заявлял, что ребята обнаружили УДО, так называемый неопознанный цифровой объект. Это выдуманный термин, который зачастую используют любители крипипаст. Кто-то предположил, что перед закрытием на этом канале транслировался репортаж про серийного убийцу и когда канал отключили, образовался лаг в виде стоп-кадра из этого репортажа. Ну и, конечно же, часть скептиков писала о том, что это фейк либо же чья-то шутка. Но наиболее вероятную версию в комментариях выдвинул другой анонимный пользователь. Она заключается в том, что в те годы, когда аналоговые телевизоры были обычным явлением, существовал такой термин как ТВ-пиратство. Неиспользуемые частотные каналы, которые находились поблизости, часто угоняли и транслировали по ним всякую дичь. О, кстати. Какой мило-то. Опять нагоняют жути, блин, своими звуками странными. Вот да, просто какие-то скрипящие звуки, а мурашки похоже же пробежали. Реально стрёмный вайп, сразу ментально стрёмный вайп. И всё, блин, ты уже наложил в штаны, иди мойся. По сей день. Всякие дики, которые таким образом либо тестируют передачу информации, либо подшучивают над людьми, у которых остались в доступе отключённые каналы. Но вот что меня зацепило в данной теории. Неиспользуемые частотные каналы, которые находились поблизости, часто угоняли и транслировали по ним всякую дичь. Каналы, находящиеся поблизости, это означает только одно. Тот, кто намеренно транслирует это криповое изображение на 73-й канал находится в том же самом отеле, что и эти ребята. А возможно, и в номере по соседству. Но зачем и с какой целью? Этого мы с вами уже никогда не узнаем. Мэм, прикол. Просто чел жутик решил нагнать на всех. Сейчас прикол покажу. Это тема жуткая, я бы и испугался. Тесла ведь призрак. О, это сейчас будет видос там, где стоит посреди каплища Тесла и там куча людей ходит. Если да, то я помню, да, было забавно. Технологии не стоят на месте и за последние 20 лет произошло множенство прорывов. Благодаря телефонам мы можем поговорить с человеком, находящимся на другой... Ой, телефон-то вообще сумасшедший прорыв. Многие до этого не понимают вообще. Но вот этой волшебной коробочке, вот этой маленькой, маленького микропланшетика, ну, 10 лет назад не было практически. Ну, только там появлялись первые, ладно, в 2014 уже были. Ой, ё-моё, я старый. Ну, ладно, там лет 15 назад еще большинство кнопочные телефоны были. А это совершенно другой экспириенс. Вот тут это уже реально портативный компьютер. Тут даже можно видео монтировать, тут можно тексты писать, тут можно в игры играть, ну, сумасшествие. Причем в игры, которые, ну, раньше даже представить себе нельзя было. Да, Гача Геншин импакт. В части планеты. Благодаря интернету можем его увидеть, благодаря нейросетям можем поговорить с кем-нибудь, даже если у нас нет друзей. Благодаря эукариотному синтезу можем путешествовать по ближайшим вселенным. Ой, извините, не та реальность. И, конечно же, важной частью современного мира являются автомобили. Если раньше нам говорили, что в будущем машины будут летать, то многие из нас реагировали на это с долей скептицизма. Ну да, еще скажите, что компьютеры будут писать за нас дипломы и собственноручно сочинять музыку. Ой. Но теперь, наблюдая за стремительным развитием технологий, мы уже ничему не удивляемся. Одним из самых значимых достижений за последнее время стала возможность внедрения системы автопилота в автомобиле. Абсолютно нормально, сама едет, никого нету. Я в машине один, и меня везут. Ой. Блин. И одной из самых известных компаний, работающих над данными разработками и финансирующей их, является Tesla. Делает она все уверенно, но достаточно резко, как бы из-за этого иной раз бывает страшно. Конечно же, на данном этапе все далеко от идеала. Вспомни только недавние новостные заголовки о том, как Tesla потеряла контроль и врезалась в витрину какого-то магазина. Ну, технологии еще не идеальны, но все же, все же, мне кажется, в будущем все-таки реально надо ждать именно вот того, что большинство машин наверное все машины в будущем перейдут на автоуправление и вообще не будет возможности водителя управлять машиной. Будет там только, знаете, оператор. То есть вот такое. Почему, мне кажется, это будет даже более безопасно, потому что если все эти машины будут объединяться в какую-то определенную сеть, они будут знать о передвижении каждой машины рядом и из-за этого будут строить более грамотно маршруты. циклист off their bike skids and slams into a building. А, с каком тормозов, понятно. Но как это вообще работает? Для работы автопилота система должна уметь распознавать окружающую среду, дорогу, агром... Тормоза надо было заменить. Блин. ТО проходить. Вот это. И, конечно же, людей. Для этого автомобили Тесла были оборудованы встроенными камерами, ультразвуковыми датчиками и радарами, которые работают в одной связке. Там, если не ошибаюсь, только камеры остались. Раньше у Тесла были лучше. Там и датчики глубины были раньше, я знаю, в машинах. Я не знаю, почему они убрали датчики глубины. Датчики глубины, мне кажется, это вообще очень полезная тема, особенно для автопилота. Все эти данные система также визуализирует через планшет со своей собственной операционной системой. Так вот, вся эта возможность Теслы видеть все, что происходит вокруг нее, вызвала некоторые вопросы у людей. А произошло это после того, как в ноябре 2020 года на YouTube-канале Tesla Greg было опубликовано видео, в котором система распознавания Тесла обнаружила у дороги человека, которого в действительности там не было. Ну, он, наверное, в чем-то увидел похожее на человека и показывает его. Велосипеде уже едет, нормально. И люди в комментариях начали гадать, что же это такое может быть. Может, там флаг, какой-то двигается и так далее. Наверняка, многим из вас пришло в голову, это то, что это всего лишь какой-то баг. Все эти датчики все еще на этапе разработки, поэтому подобные ошибки, они вполне ожидаемы. Может быть, камеры ошибочным образом принимают определенные объекты на дороге за человека. В общем, причин множество. Однако, после того, как это видео завирусилось на многих платформах, некоторые решили проверить эту теорию собственноручно. А кое-кто решил отличиться, завел свою Теслу и поехал на кладбище. И как вы думаете, что он там увидел? Что это было? Ты видел это? О, мой Бог, я видел это. Мы в кемпе. Они ходят к нам. Что? Там ты, и там два здесь. Там два, прав. Ты видел это? Это выглядит, как маленький... Когда я впервые увидел... Это шутка, конечно, осталась. Но мне кажется, там же изображение на надгробных плитах, там же тоже типа человеческие лица. Может, он как-то их еще определяет. В ролике я ощутил целую колонизацию мурашек по своему телу. Вы знаете, какой я скептик, поэтому я сразу начал размышлять о том, что наверняка кто-то просто смонтировал отдельное видео с интерфейсом Тесла, добавил туда человечках и просто воспроизводил... Да не, мне кажется, ну, реально такой бах возможен. Вот это видео через этот планшет... Ведь была бы у меня Тесла, ребята, я вам показал бы, но у меня Тесла нет. И вряд ли она когда-то у меня будет, потому что... Тесла прикольная, но не сказал бы, что это идеальная машина. Но подобных роликов десятки. Может, в будущем. Многие люди захотели проверить это и столкнулись с подобной херней. О, блядь, 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 не знаю, не знаю, что тут сказать. Я предпочту думать, что это просто несовершенные, недопиленные датчики Тесла барахлят. Что, скорее всего, и является правдой. А представьте, если кто-то научится перехватывать сигналы от этих датчиков и вмешиваться в систему распознавания окружения. Ух, сколько же судебных исков будет. Кто-то оставил комментарий. Получается, Илон Маск непреднамеренно создал первый в истории детектор призраков? Прочитав данный комментарий, я вспомнил, что нет. Кажется, мы с вами уже видели что-то подобное еще раньше. А, точно, снэпчат. Песня, которую никто не слышал. Что вы делаете, когда слышите понравившуюся вам песню, по радио либо в кафе? Судорожно хватаете телефон в поисках шизома и пытаетесь поднести его к источнику звучания как можно скорее толкая женщин и детей вокруг? По крайней мере, у меня была подобная ситуация. Да, я думаю, у вас тоже. Так вот, речь пойдет о песне, которая в последние месяцы, а точнее, я бы даже сказал, годы, взбудоражила интернет, потому что никто не может найти ни ее точное название, ни имя автора, ни конкретного примера, где она могла звучать. Но при этом, каждый, кто слушал отрывок из этой песни, говорит о том, что когда-то где-то ее уже точно слышал. Мне кажется, это эффект Манделлы. Мне кажется, это просто какая-то песня сгенерированная или еще что-то. Она просто похожа на множество таких подобных песен старых абсолютно. У них были очень многие похожие вайбы. Из этого может оставаться ощущение, что ты ее уже слышал. Эффект Манделлы. И поскольку это сгенерированная песня, которая просто зафорсилась благодаря этому, то как бы... Песня, которую все слышали, но при этом никто не знает ее название. С чего все началось? Есть такой сайт. Еще заметили специально как старая песня под старый стиль, чтобы максимально было тяжело, ну... WhatThatSong.com Люди со всего мира грузят туда отрывки различных песен, которые они записали на телефон, к примеру. И пользователи этого сайта помогают им найти название. В общем-то туда идут, когда Шазам вообще ничего не распознает, а Google при написании в него хоть каких-то слов из какой-то определенной песни ничего не выдает. Короче, сайт для отчаянных. Кстати, я сам лично пользовался этим сайтом еще до всей этой истории, и люди там действительно помогли мне с поиском одной песни. Так вот, два года назад пользователь под ником Carl92 загрузил туда отрывок композиции длительностью 18 секунд и попытался охарактеризовать ее. Жанр поп, английский язык, середина 80-х, плохое качество и в скобочках предположительное название. Он даже не подозревал, что этим постом открывает ящик Пандоры, потому что в последние 2-3 года интернет просто взорвался. Только на этом сайте отрывок прослушали более 100 тысяч раз, когда даже закрепленные платные посты набирают максимум около 10. Форумы, социальные сети, музыкальные сайты были завалены вопросами и обсуждениями. Откуда эта песня? Кто ее написал? Почему у меня такое ощущение, будто бы я ее уже слышал? Да, огромное количество людей пишут о том, что песня кажется им подозрительно знакомой. Да, ну потому что у нее вайбы и музыкальные составляющие очень похожи на большинство песен того времени. Песня, которую все слышали, но при этом никто ничего о ней не знает. Что довольно иронично, учитывая ее текст. Everyone knows that. Каждый знает это. Послушайте сами и напишите в комментариях, кажется ли вам эта песня знакомой. Она похожа на почти почти любую песню того времени. Ну реально. Ну звучит неплохо. Она похожа вообще на любую песню того времени. Мне нет. Я понимаю, почему у многих людей возникает это знакомое чувство. Как многие писали в комментариях, она просто очень похожа на огромное количество композиций, входящих в то время. В 80-е. Но вот лично у меня ощущение, что я слышал именно эту песню, именно с этим текстом и мотивом никогда не возникало. Однако по каким-то причинам она звучит пугающе для меня. Сразу появляется какая-то тревожность, а мозг рисует различного рода лиминальные пространства. Хотя у меня так со мной... Мне кажется, это не только из-за песни, из-за ее предыстории. То, что такая загадочная песня, она вот есть, ее многие знают, но не знают, вот типа... И мозг нарисовывает картинки. Мои песни из того времени. Вспомни только ту самую сцену из 1408, и я сразу покрываюсь мурашками. Ой. 1408, это, конечно, блин, очень психологический такой хоррор. Он... Он не... Он вызывает жуть. Вот ужас. Он реально вызывает не страх, типа как резкий, там, скримеров, он вызывает ужас от происходящего. Тяжелое кино, очень тяжелое кино. Мне, ну, очень тяжело меня смотрел в свое время. Очень напряженное. Так откуда вообще взялся этот отрывок? Карл 92 сообщил о том, что два года назад он оцифровал свои старые аудиозаписи из 90-х. Ну, знаете, в то время не существовало вот этих вот всяких интернетов, а шазамов уж тем более. Люди записывали любимые клипы с помощью видеомагнитофонов. При прослушивании его заинтересовал отрывок из этой песни и таким образом и родился оригинальный пост. Что люди уже успели нарыть за эти года? Некоторые предположили, что песня была записана неизвестной группой, которая распалась до того, как выпустить ее. Другие считали, что это была чья-то демо-версия, которая была отвергнута звукозаписывающей компанией. Кто-то даже определил частоту звучания и, судя по этой частоте, сделал вывод, что, скорее всего, это была запись какого-то телеэфира, к примеру, с того же MTV. Однако, никакой прямой взаимосвязи этой песни с канала MTV так и не нашли. Были также предположения, что эта песня сгенерирована нейросетью. Эту догадку быстро отмели, потому что оригинальный пост датируется 21 годом, а тогда нейросети... А, ну да, с 21 годом я на нейросеть. Такого еще не умели. Они вообще не умели, да. И частые догадки о том, что это могла быть демка для Роксет, что ее автор некий оснимело, что ее спел какой-то певец из Японии, поскольку многие услышали там японский акцент. Все эти догадки так и остаются догадками. Прошло уже больше двух лет, а песня так и продолжает очаровывать и интриговать слушателей по всему миру. Это сейчас мы с вами живем в время, когда любой загруженный пук в интернет вероятнее всего останется там навсегда. Невольно задаешься вопросом, сколько же еще существует потерянного контента из того времени, в котором мы даже не подозреваем. Но я все же, как обычно, отнесусь к этой истории с долей скептицизма, потому что ну не верю я, не верю, что такую песню, как эта, которая звучит как хит, вот правда. Не верю я, что никто, кроме этого Карла 92, о ней ничего не слышал и не знает. Так что я склоняюсь, что этот Карл сам ее написал. Взял мотивы из популярных треков того времени и испортил качество. Да еще и текст такой настрочил с издевкой. Everyone knows that. Каждый это знает. Ну да, ну да. Поэтому лично я сомневаюсь, что полная версия этой песни. Я думаю, что да, это какой-то пранк, очень хороший, очень качественный пранк, который до сих пор интригует. Не вообще существует. Да, это хит. Кто это сделал? Кто, блядь, следит за мной, а? Я бы не удивился этому факту, если бы я был не в гребаном лесу. Ну кто-то определенно решил меня разыграть, да? Пошел, сюжет, сюжет. Как обычно, какая-то происходит, когда я эту рубрику снимаю, я уже нечему не удивлюсь. Сейчас сам житель нагнать, ух, злодей, злодей, злодей. Что это? Это еще что такое? Вы видите это? туалет, с подсветкой, будка какая-то, лифт, на лифт больше всего похоже, реально, знаете, лифт, это реально лифт, что ли? Это реально лифт, ха-ха-ха, окей, хотя лифт достал, блин, дружище, зачем лифта вырвал? Я такой уехал, вверх. Бэйн Бамсис, знаете, тот самый, эээ, тот самый актер в хорроре, точнее, тот самый персонаж в хорроре, который все сделал, чтобы, наоборот, попасть в неприятности. Он не бежит от них, он к ним идет. Он даже похоже, этот нашел, идентичный. Прикольно. Ого, господи, блин, ты кто? А мне нравится эта песня. Этот крик. Она танцует. Она просто хотела пригласить на танец. Это Оливия? Это была Оливия? Блин, вот что бывает, если вот видите, он бросил Оливию, вот она несчастная слушает одну и ту же песню, он с ума сошла. Брайан Мамс, Брайан, Брайан, Брайан. Довел, бедную Оливию до такого. А все. Оливия. Так. Оливия. Воскрес, так. пока мы делали выпуск песня была найдена да официальное название ультериор мотив скрытые мотивы авторами является кристофер и филипп бус а да обалдеть нашли так где же все это время на самом деле таил с оригинал данной композиции месседжный фрагмент песни взят из малоизвестного фильма понятно тайна разладана вот так вот вот так вот отец восьмерых детей соболезную что ж мы с вами снова переносимся в китай и снова заходим в их местный тик-ток дуин да напоминает последний слой первого выпуска тайны загадок интернета ухушите китайцы мужчину которого вы видите на экране зовут донг он проживает в небольшом деревенском городке судьи джой и последние годы обрел популярность в тик токе где он позиционирует себя как отец одиночка который воспитывает восьмерых детей из юзернаме из фавор и шелдер коза твой из а бальчиков и на девочка весь его тик ток аккаунт состоит из подобного рода милых роликов с душераздирающий музыкой на заднем плане однако несмотря на его непростой путь и бедность он старается не унывать и Продвигает позитивный настрой через свой тикток аккаунт. На который, к слову, почти сразу подписалось более 600 тысяч человек. А видео стали набирать миллионы просмотров. Для людей его история оказалась невероятно трогательной. Видя условия, в которых проживает Донг и его 8 детей, они поддерживали его, донатили деньги на еду и прислали одежду. Пока все положительно. Но это не может... Ну, как минимум, это находится в каком-то видосе, поэтому не понятно, что будет дальше. Таким образом, его доходили из не виданных для него показателей. А его дети просто купались в подарках от неравнодушных зрителей. Так в чем же тут подвох? Это не его дети? Ни в чем. Хэппи энд! You got prank, бэч! Ладно, это я разрядил немного обстановку перед тем, что вы сейчас услышите. Эта трогательная история заинтересовала еще одного местного тиктокера, который в своем аккаунте делится разнообразными рассказами о бедности в Китае. Он решает навестить этого трудолюбимого отца. Поначалу этот тиктокер просто транслировал рутину их семьи и интервьюировал счастливого отца. А после этого он решает проспрашивать одного из сыновей. И это самое интервью приняло неожиданный поворот событий. Ребенок упоминает маму, а также то, как он и его братья периодически ходят подкармливать ее в сарай на их заднем дворе. И может быть это не было бы так странно, если бы не отсутствие хоть какого-то упоминания матери в тиктоках Донга. Тиктокер попросил мальчика показать, где живет его мама, после чего сын отводит его на тот самый задний дворик. Их мать была прикована цепью в сарае с замком на шее. Янг потеряла почти все зубы, поэтому едва могла отвечать на вопросы. По ее поведению можно было сделать вывод, что она давно оторвана от социума. Конечно же видео завирусилось по всему тиктоку. По их тиктоку. За несколько дней его посмотрели... Чего вообще? ...более трех миллиардов раз, учитывая просмотры с других платформ. Это в 10 раз больше онлайн-трафика, чем на трансляции зимних олимпийских игр в Пекине. Которые проходили, кстати, в том же самом году. Зрители предположили, что все это может быть связано с торговлей людьми, что мать была похищена и удерживалась против своей воли. Китайская общественность была возмущена. Люди требовали объяснений. Китай. Больше плохого, чем хорошего. Правительство местного округа опубликовало заявление. В нем они утверждают, что провели первичное расследование этого дела и заявляют, что признаков похищения, а уж тем более торговли людьми, здесь нет. Они написали, что мать страдала шизофренией и часто избивала детей без всякой причины. А, то есть причины все-таки могут быть, да? При избении. Интересное заявление. Особенно учитывая, что в самом видео женщина буквально напрямую говорит о том, что подвергается библию на протяжении многих лет и просит о помощи. Само собой, люди были недовольны данным расследованием, поэтому спустя несколько дней власти публиковали... Ну это криповая тема, вообще крипота. Представляете, приходите, он такой, ля-ля-ля, мои детки, детки. Мы, кстати, там мать прикованную кормим, кстати. Вообще, пелена зла спадает. Публиковали новое заявление. В этот момент. В нем они говорят о том, что Янг была бездомной женщиной, которую приютила семья Донга. После чего они поженились в 98-м году. Это еще до рождения всех этих детей. Якобы в то время семья еще не знала о психическом расстройстве Янг. Более того, оказывается, Янг это не настоящее имя женщины. На самом деле ее зовут Сяо Хуамэй. Результаты обследования показали, что потеря ее зубов связана с тяжелым заболеванием парадонта, а не с периодическими ударами по морде. А что касается других показателей, ее здоровье в норме. Лишь спустя несколько месяцев... Почему-то она была прикована? ...сетов расследования показало, что она действительно стала жертвой многочисленных преступлений, связанных с торговлей людьми. И только спустя год 6 человек, которые были как-либо задействованы в деле Сяо, включая самого Донга, были приговорены к тюремным срокам от 8 до 13 лет за похищение. Донг получил 9-летний срок. Вот так держишь свою жену против ее... Какой кошмар! Просто задумайтесь! Это просто какой-то ужас! Это просто... Ооо... Не, ну это... Это, конечно, да, окей. Поле в сарае 8 лет. Заставляешь ее рожать 8 лет детей. А потом получаешь общественное признание благодаря милым роликам в ТикТоке. Проблема торговли людьми в Китае является серьезной и широко распространенной. В 2020 году около 3000 человек пропадали без вести каждый день. А за год количество пропавших насчитывает 1 миллион человек. Просто представьте, 2 человека в минуту пропадает в Китае. Ну это страшно, это какая-то жесть, это сумасшедшая проблема, это какой-то ужас, это... А почему оно так? Люди просто исчезают, и никто не может их найти. И это несмотря на то, что в Китае установлено самое большое количество камер видеонаблюдения в мире. Да, это вообще... Некоторые спрятуджидают, что их количество превышает 200 миллионов. Почему тогда при таком количестве камер в итоге... Жесть. Этот случай в очередной раз просто кричит нам о том, что не стоит доверять красивой картинке в социальных сетях. Потому что правда, которая стоит за ней, может быть губительна. А еще будет? Вот и Саксон 07. Ага, нет, нет шарю. Окей, ну это последнее было. Ну а что, это может быть хуже, чем то, что только что было? Кто такие стримеры? Это такие ребята, которые транслируют свою жизнь... Дурочки, еще как блогеры они такие же. Блогеры, кстати, такие дурные, вообще, блин, я не понимаю блогеров. Особенно рекционеры, кстати. Вообще кримж. Это сразу видно, 0 ACQ у них. ...видеоигры, общаются с аудиторией... А будь здоров, молодой человек. ...и не имеют возможности записать несколько дублей, потому что все происходит в прямом эфире. Сложно поверить, но первый интернет-стрим был проведен более 30 лет назад, в июне 93-го. Его провел музыкальный гараж-бэнд Severe Tire Damage. А участниками стали программисты компании Apple, Xerox и DeckBot. С тех пор чего только не случалось на стримах. Пожары, наводнения, стихийные бедствия. ...визиты полиции. Жесть, ну это стрёмно. ...тема такая обширная, что хватит на отдельный айсберг. Поэтому сегодня я вам расскажу об одном из... Самых жестоких случаев, которые шокировал всю Twitch-комьюнити. На этой фотографии ирландский блогер Стивен МакКаллах. В его жизни сложный период. Он пришел на митинг, посвященный борьбе с насилием над женщинами. Ведь сам он всего месяц назад потерял любимую женщину. Его беременная девушка, 32-летняя Натали МакКнелли, была жестоко убита в своем доме 18 декабря 2022 года. Понимаете, что он ее это сделал? Если он это и сделал, это вообще жесть. В то время Стив проводил рождественский стрим с не очень рождественским названием. Ночь насилия. Он играл в GTA Vice City, выпивал и иногда как-то загадочно, зловеще улыбался в камеру. Но вернемся немного назад. 5 апреля 2010-го Стивен МакКаллах завел свой блог под псевдонимом WoatPsexon07. Первое время его контент состоял в основном из обзоров игрушек и героев фильмов и сериалов. Качество было, мягко говоря, такое себе. Снималось все на телефон с фоном из картона. Но людям нравилось. И когда количество подписчиков перевалилось за тысячу, Стивен начал снимать фильмы. Правда, короткометражные. Правда, с ужасными диалогами. С ужасными сюжетами. Ужасные фильмы. Так, шаг за шагом Стив... Ну это выглядело очень мемно, не знаю. Накопил неплохую для его узкой тематики аудиторию. Сегодня у Стивена 38 тысяч подписчиков. Итак, 2022 год. Декабрь. Страшная ночь, когда была убита девушка Стива, Натали. Встречались они недолго и не успели съехаться, несмотря даже на беременность Натали. Они жили в соседних городах. Она в Лёргане, он в Лисберне. Незадолго до начала стрима, Стив написал Натали сообщение. Сегодня всю ночь буду вести стрим, пожелай мне удачи. Натали желает удачи, и около 7 вечера Стив садится за стрим, поделившись при этом со своими подписчиками некоторыми техническими трудностями. Да, так, привет, привет всем, на сегодняшний вечер. Я просто думал, почему бы не заплатить стрим? Потому что в следующей неделе уже Рождество. Чего еще можно хотеть от Рождества? Из-за технических обстоятельств из программы от стриминга, я не смогу чекать чат в реальном времени. Это конечно же полный отстой. В 8.50 к дому Натали подошел неизвестный, а в 9.31 соседи услышали крик. В 9.55 на камеру наблюдения недалеко от дома Натали попадает предполагаемый убийца. Стив в это время... Да ну, только не говорите, что он это специально сделал, сделав себе алиби, если да, то это просто жесть. Это настолько сплани... А за что? А почему? В прямом эфире проходит очередную миссию ГТА в Асити. На следующий день Стив обнаружит тело Натали и вызовет полицию. Полиция первым делом заподозрила именно Стива и даже арестовала его. Но у него железное алиби. Несколько тысяч свидетелей, которые видели его... ...это и ночью на стриме. Да и сам стрим никуда не делся. Запись можно найти на ютюбе. И лежит она, кстати, там по сей день. В список подозреваемых Стив вернулся примерно через месяц, после того, как полиция проанализировала его стрим и сделала вывод, что это был... Заранее записанный ролик. ...не прямой эфир. Да, Стив записал стрим заранее, включил его запись в прямой эфир и поехал к Натали. Это он попал под камеры наблюдений в 9.55. Потом взял в чужое такси и вернулся в Лисберн. Следующий месяц он умело изображал скорбящего мужчину. В рождественскую ночь с разрешения родителей Натали он провел у ее тела 20 минут. В другой раз он зашел к родителям Натали, чтобы поделиться своей болью и поддержать их. Стив был в таком разбитом состоянии, что забыл свой телефон у них дома и вспомнил об этом только через полчаса. Вы можете себе представить? Целых полчаса без телефона. Хотя нет. Ничего не забыл. Телефон остался ровно там, где нужно было Стиву и делал ровно то, что хотел Стив. А именно, записывал все происходящее в доме на диктофон. Таким образом, Стив решил проверить, не подозревают ли они ничего. Наш стример оказался расчетливым, жестоким и хладнокровным убийцей. Какой кошмар! Просто... Да? Вот просто смотришь человека, который там игрушки обозревает, кинж-сериалы снимает, а потом бам! И он убивает какого-то человека. Просто... Я не понимаю! Еще и с расчетом, расчетливо. Именно поэтому он не мог отвечать на вопросы зрителей из чата, смахнув все на технические неполадки. Так зачем же он сделал это? Причина, к сожалению, стара как мир. Решенность. Стив заподозрил Натали в связи с другим мужчиной. Известно, что он читал ее в WhatsApp и Twitter. Есть и более жуткие подробности, например... Если, ребята, можно я вот скажу такую вещь? Если вам изменяют, или вы считаете, что... Ну, или вы слишком бренивые, и видите, что там человек общается с другими людьми. Первое, это поговорите с этим человеком. Второе, блин, бросьте его в конце концов, если вы считаете, что вот он такой плохой. Не убивайте, не калечьте, не бейте. В конце концов, блин, мы люди... Я не понимаю, ну, это ужас какой-то. Пойти на такое из-за ревности... Это даже по логике тупизм угробить себе жизнь. Из-за ревности... Смотрите, какой грех, блин, сумасшедший. Меня никогда не поймут таких людей. Ну, наверное, потому что я сам не психопат какой-то конченый, поэтому мне непонятно... Ну, мне не понять психопатов. Скорее всего, в этом проблема. Они, наверное, думают по-любому по-другому. Они думают, что их всё обойдёт, и вообще они делают всё правильно, скорее всего. Стив гуглил наиболее болезненные и долгие способы убийства. Но это ещё не доказано, поэтому просто можно представить, да? Всех подробностей мы пока не знаем, потому что процесс ещё идёт. Бедные родители, которые с ним общались, вот его видели, его, наверное, поддерживали. Её родители поддерживали убийцу и их же ребёнка. Вот задумайтесь. Да представьте, родители, как они ещё в шоке. Просто они там сейчас вообще не понимают, что происходит. Они... Как вообще кому-то доверять можно? Кстати, Стив так и не признал свою вину. И следующее заседание будет в сентябре 2024. Что ж, подождём. Интересно будет послушать, посмотреть. Не исключено, что нас ждут ещё более жуткие подробности этого дела. Ну что ж, вот мы и опустились до самого дна этого айсберга. Это, конечно, дичь. Надеюсь, вам понравилось обсуждать эти загадки вместе со мной. Пишите свои мысли в комментариях, мне будет интересно почитать. Кто не смотрел первый выпуск, советую глянуть, а здесь айсберг самых страшных квестов в мире. Фух. Не самое приятное зрелище. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые айсберги. Мы вдруг вместе появились, ладно. Ну а я поехал дальше. Да, конечно, да. Что последняя история жуть-жуткая, что предпоследняя история жуть-жуткая. Если предыдущие это просто какая-то очень жуткая, странная штучка, то последняя история это просто какой-то там рак собачий. Просто я не понимаю. Самое страшное, что такие люди живут среди нас, блин. Среди адекватных. Это пугает, потому что ты хочешь просто жить свою жизнь. Ты не хочешь никого не убивать, ничего. Ты хочешь просто для себя, для своих родных стараться. А потом оказывается, что вот такое вот чучело испортило жизнь твоему родному, близкому или кому-то просто даже знакомому. Просто ни за что. Просто так, блин. Да, сложно. Ребята, ссылка на канал в описании. Переходите, подписывайтесь на Брайн Мапса. Подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Всем счастья, здоровья, отдачи, всю передачу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok